Второй том доброта любви, страница 62-я, святого Ауэда Рафея, подвижнические наставления, пункт 4. Как бы так, вот вы натрудились и настрадались, испытали злые последствия непокорности, придите же теперь и обратитесь. «Оживите себя смиренно-мудрием вместо высокомудрия, которым вы себя умертвили. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Авва Марк сказал, «Без сокрушения сердечного невозможно освободиться от зла и приобрести добродетель. Через сокрушение сердечный человек делается послушным заповедям, освобождается от зла, приобретает добродетели и потом восходит в покой свой». Некоторые боголюбивые люди, пресекшие по святому крещению действия страстей, восхотели победить и самые страсти, и стать бесстрастными, каковы святой Антоний, святой Пахумий и прочие богоносные отцы. Они восприяли благое намерение очистить себя от всякой скверны плоти и духа. Но зная, что находясь в мире неудобно достигнуть этого, они измыслили свой особенный образ жизни, особенный образ действования, то есть отрешенную от мира уединенную жизнь. И начали убегать от мира и жить в пустынях, подвязались в постах и бдениях, спали на голой земле и всякие другие несли решения, совершенно отрехшись от Отечества и сродства, имений и стяжаний. Они не только сохранили заповеди, но и принесли Богу дары. Заповеди даны всем христианам, и всякий христианин обязан их исполнять. Это есть то же, что в мире дань, должная царю. Но как в мире есть люди великие и знатные, которые не только дани дают царю, но приносят ему и дары, за что удостаивается особой честь и наград и достоинств, Так и отцы не только дань принесли Богу, сохранив заповеди, но принесли ему и дары, девство и нестижание, которые не суть заповеди, а дело произволения. Ибо о первом сказано, кто может вместить, даже вместит, а о втором, если хочешь быть совершенным, продай и раздай нищим. Они распяли себе мир, а потом подвязались и себя распять миру. Подражая апостолу, который говорит, для меня мир распят, и я для мира. Ибо когда человек отрекается от мира и делается иноком, оставляет родителей, стяжания и все житейские дела и заботы, тогда он мир распинает себе. Когда же потом, освободившись от внешних вещей, подвязается он и против самых услождений, или против самого вожделения вещей, против своих пожеланий, и умерщвляет самые страсти, тогда он и себя распинает миру. И дерзновенно может сказать с апостолом, для меня мир распят, и я для мира. Отцы наши распяв себе мир, и себя распяли миру, предавшись подвигам. А мы хотя, по-видимому, распяли себе мир, оставив мир и пришедшим в монастырь, но себя распять миру не хотим, ибо любим еще наслаждение его, имеем еще пристрастие к нему, сочувствуем славе его, удерживаем в себе пристрастие к пищу, к одеждам и прочим суетностям. Однако мы не должны так делать, но как отреклись от мира и вещей его, так должны отрешиться и от самого пристрастия к вещам тем. Мы оставили мир, оставим и пристрастие к нему, ибо пристрастие опять привязывает нас к миру и соединяет с ним, хотя бы они касались маловажных, обыкновенных или ничего не стоящих вещей. Но если хотим совершенно изменить и освободиться от пристрастий, научимся отсекать хотения свои, каких бы малых вещей они ни касались. Ибо ничто не приносит столько пользы людям, как отсечение своей воли. И поистине, от этого человек преуспевает более, нежели от всякой другой добродетели. Между тем, такое отсечение своей воли и своих хотений может быть поминутное. Положим, что кто-либо идет, помысл говорит ему, посмотри туда и сюда, но он отсекает свое хотение и не смотрит. Встретил он разговаривающих, помысл говорит ему, скажи и ты с ними слово другое, но он отсекает свое хотение и не говорит. Подошел он к кухне, помысл говорит, зашел ты спросить, что готовит повар. Но он отсекает это хотение и не заходит, и прочее, и прочее. Отсекая таким образом свое хотение, он приходит в навык отсекать его, и, начиная с малого, достигает того, что и великом отсекает ее без труда и спокойно. И так начинает, наконец, вовсе не иметь своей воли, и что бы ни случилось, бывает спокоен. Так отсечением своей воли приобретается беспристрастие, а от беспристрастия с помощью Божьей восходит и к совершенному бесстрастию. 10. Некто из царств сказал, прежде всего нужно нам смирение. Почему же он так сказал? Почему не сказал, что прежде всего нужно нам воздержание? Ибо апостол говорит, подвязающиеся воздерживаются от всего. Или почему не сказал, что прежде всего нужен нам страх Божий, во Писании сказано, что начало премудрости, страх Господень? Почему та же не сказала, что прежде всего нужна нам милостыня или вера, ибо сказано, милостынями и верами ощущаются грехи? Притча 15.27. И еще, без веры угодить Богу невозможно. Почему же он, оставив все это столь нужное, выставляет только смиренно мудрие? Старец показывает нам этим, что ни страх Божий, ни милостыня, ни вера, ни воздержание, ни другая какая-либо добродетель не может быть совершенно без смиренно мудрия. Смиренно мудрием же сокрушаются и все стрелы врага и противника. Все святые шествовали путем его и трудом. Вишь смирение мое и труд мой, и оставь все грехи мои, взывает Псалмопевис. И еще, смирился и спас меня Господь. Тот же старец сказал, смирение ни на кого не гневается и никого не прогневляет. Смирение привлекает на душу благодать Божию. Благодать же Божия, пришедшая, избавляет душу от этих двух тяжких простей. Ибо что может быть более тяжким, как гневаться на ближнего и прогневлять его? На что я говорю, будто смирение избавляет от двух только страстей. Оно избавляет душу и от всякой страсти, и от всякого искушения. Когда святой Антоний увидел распростертыми все сети дьявола и вздохнув, вопросил Бога, кто же избегнет их? То Бог ответил ему, смирение избегает их. И что еще более удивительного присовокупил, они даже не прикасаются ему. Видишь силу этой добродетели? Поистине нет ничего крепче смиренно-мудрее, ничего не побеждает его. Если со смиренным случится, что скорбное, он тотчас себя осуждает, что достоин того, и не станет укорять никого, не будет на другого возлагать вину. Таким образом, переносит он случившееся без смущений, без скорби, совершенным спокойствием. А потому и не гневается ни на кого, и никого не прогневляет. Смирение два, так же, как и две гордости. Первая гордость есть та, когда кто укоряет брата, осуждает его и бесчестит. Как ничего не значащего, а себя считает выше его. Таково, если не опомнится вскоре и не постарается исправиться, то помало-помало приходит и во вторую гордость, которая гордится против самого Бога и приписывает себе свои подвиги, добродетели, а не Богу, как будто он сам собой совершил их, своим знанием и умом, а не помощью Божией. Из этого видеть можно, в чем состоят и два смирения. Первое смирение состоит в том, чтобы почитать брата своего разумнее, и по всему превосходнее себя, или почитать себя ниже всех. Второе же смирение состоит в том, чтобы свои подвиги приписывать Богу, и это есть совершенное смирение святых. Совершенное смирение рождается от исполнения заповедей. Когда на деревьях бывает много плодов, то самые плоды преклоняют ветви их к низу и нагибают их, а ветви, на которой нет плодов, стремится вверх и растет прямо. Есть же такие деревья лимонные, которые не дают плода, пока их ветви растут вверх. Но если кто возьмет камень, привесит к ветви и нагнет ее к низу, тогда она дает плод. Так и душа, когда смиряется, тогда приносит плод. И чем более приносит плода, тем более смиряется. От того святые, чем более приближаются к Богу, тем более видят себя грешными. Так Авраам, когда увидел Господа, назвал себя землей и пеплом. Исай, увидев Бога превознесенным, воззвал «Окаянный и нечистый я». 15. Никто не может выразить словами, что такое есть смирение, и как оно рождается в душе, если не узнает всего из опыта. Из одних и тех же слов никто не может познать этого. 16. Некогда Алла Зосима говорил о смирении, что чем кто святее, тем смиреннее. И какой-то софист, бывший притом, спросил его, «Разве ты не знаешь, что имеешь, добродетеля? Ведь ты видишь, что исполняешь заповеди, как же ты, поступая так, считаешь себя грешным?» Старец не находил, какой дать ему ответ, а только говорил, «Не знаешь, что сказать тебе, но считай себя грешным». И когда софист все еще докучал ему вопросом, «Как?» Старец говорил ему одно, «Не знаю как, но я подлинно считаю себя таким, не смущай меня». Так и когда Алла Агафон приближался к кончине, братья сказали ему, «И ты ли боишься, отче?» То он ответил, «Сколько мог, я понуждал себя сохранять заповеди, но я человек, и почему могу знать, угодно ли Богу дело мое? Ибо иной суд Божий, а иной человеческий». Что приводит к смирению? Некто из старцев сказал так, «Путем к смирению служат телесные труды, совершаемые разумно, и то, чтобы считать себя ниже всех и непрестанно молиться Богу». Телесные труды приводят душу к смирению, потому что душа состраждет телу и сочувствует во всем, что делается в теле. Как труд телесный смиряет тело, то вместе с ним смиряется и душа. То, чтобы считать себя ниже всех, есть отличительная черта смирения, и навыкновение, и упражнение в этом. Само собой укореняет смирение, искореняет гордость, какую назвали мы первую. Ибо как может кто-либо гордиться перед кем-либо, или укорять, или уничижить кого? Тот, кто почитает себя ниже всех. Так же и то, чтобы молиться непрестанно, явно противится гордости второй. Ибо очевидно, что тот, наклоняясь себя к смирению, кто знает, что не может совершить никакой добродетели без помощи Божией, не перестает всегда молиться Богу, чтобы он совершил с ним милость. Почему непрестанно молящийся, если исподобится совершить что-либо, то, зная, почему он совершил сие, не может возгордиться, его не может приписать этого своей воле, но все свои успехи относит к Богу, всегда благодарит его, и всегда призывает его, трепеща, как бы ему не лишиться таковой помощи. И так он со смирением молится, и молитвой смиряется. И чем более преуспевает всегда в добродетели, тем более всегда смиряется. А по мере того, как смиряется, получает помощь и преуспевает смиренно мудрее. Сотворив человека, Бог сел в него нечто божественное, некий подобный искре помысл, имеющий в себе и свет, и теплоту, и помысл, просвещающий ум и показующий ему, что добро и что зло. Называется это совестью. И она и есть естественный закон. Следуя этому закону совести, патриархи и все святые прежде писанного закона угодили Богу. Но когда люди через грехопадение закрыли и попрали совесть, тогда сделался нужен закон писанный. Стали нужны святые пророки. Нужно сделать самое пришествие владыки нашего Иисуса Христа, чтобы открыть и воздвигнуть ее, чтобы засыпанную эту искру снова сжечь и хранением святых его заповедей. Ныне в нашей власти или опять засыпать ее, или дать ей светиться в нас и просвещать нас, если будем повиноваться. Когда совесть наша говорит нам сделать что-либо, а мы пренебрегаем этим, и когда она снова говорит, а мы не делаем, но продолжаем попирать ее, тогда мы засыпаем ее. И она не может уже явственно говорить нам от тяготы, лежащие на ней, но как светильник, сияющий за совестью, начинает показывать нам вещи все темнее и темнее. Как в воде, помутившейся от малого ила, никто не может узнать лица своего, так и мы по преступлению не разумеем, что говорит нам наша совесть. Так что нам кажется, будто ее вовсе нет у нас. Совесть называется соперником, потому что всегда сопротивляется злой воле нашей, напоминает нам, что мы должны делать, но не делаем. И если что не должны делать, делаем, осуждают нас. Поэтому Господь и назвал ее соперником, и заповедует нам, когда будешь идти с соперником твоим, то доколе ты в пути с ним примирись, то есть в мире этом, как говорит святой Василий Великий. 20. Будем же хранить нашу совесть, пока находимся в мире этом. Не допустим, чтобы она облегчила нас в каком-либо деле. Не будем попирать ее ни в чем, хотя бы то было самое малое. Знаете, что от пренебрежения этого малого и в сущности ничтожного мы переходим к пренебрежению великого. Если кто начнет говорить, что за важность, если я съем эту безделицу, что за важность, если я посмотрю на ту или иную вещь, то от этого, что за важность в том, что за важность в другом, впадет он в злой навык и начнет пренебрегать великим и важным и попирать свою совесть. И таким образом, закосневая во зле, будет он в опасности прийти в совершенное нечувствие. Совесть хранить должно и в отношении к Богу, и в отношении к ближнему, и в отношении к вещам. В отношении к Богу тот хранит совесть, кто не пренебрегает его заповедями. И даже в том, чего не видят люди и чего никто не требует от нас, он хранит совесть свою в Богу, в тайне. Хранение совести в отношении к ближнему требует, чтобы отнюдь не делать ничего такого, что, как знаем, оскорбляет или соблазняет ближнего делом или словом, или видом, или взором. Хранение совести в отношении к вещам состоит в том, чтобы не обращаться худо с какой-либо вещью, не давать ей портиться и не бросать ее безнадежно, во всех этих отношениях должно хранить совесть свою чистую и незапятнанную, чтобы не попасть в беду, от которой сам Господь предостерегает нас. Матфея 5, 26. Святой Иоанн говорит, совершенная любовь изгоняет страх. Как же святой пророк договорит, бойтесь Господа со все святые его? Этим показывается, что есть два страха, один первоначальный, а другой совершенный, один свойствен начинающим, а другой свойствен совершенным святым, достигшим в меру совершенной любви. Кто исполняет волю Божию по страху мук, тот есть еще новоначальный, а кто исполняет волю Божию из любви к Богу, для того, чтобы угодить Богу, того сия любовь приводит в совершенный страх, по которому он, вкусив сладости пребывания с Богом, боится отпасть, боится лишиться ее. И это, это совершенный страх, рождающийся от любви. Вон и сгоняет страх первоначальный. Страха совершенного невозможно достигнуть, если кто прежде не приобретет первоначального страха. Премудрый сирах говорит, страх Божий есть начало и конец. Началом назван первоначальный страх, за которым следует совершенный страх святых. Первоначальный страх свойственен душевному состоянию, он охраняет душу от всякого падения, ибо сказано, страхом Господнем уклоняется всякий от зла. Но тот уклоняется от зла по страху наказания, как раб, боящийся Господина. Тот постепенно приходит к тому, чтобы делать благое добровольно. Сначала, как наемник, надеялся некоего воздаяния за свое благое делание. Если же он таким образом будет постоянно избегать зла и страха, подобно рабу, и делать благое в надежде награды, подобно наемнику, то, пребывая по благодати Божией, во благом и соразмерно этому, соединяясь с Богом, получает он, наконец, вкус ко благому, приходит в некоторое ощущение истинно благого, и уже не хочет разлучиться с ним. Тогда достигает он и в достоинство сына, и любит добро ради самого добра, и хотя боится, но потому, что любит. Этот-то есть великий и совершенный страх. Эту постепенность изображает и святой пророк Давид в следующих словах «Уклонись от зла и сотвори благо, взыщи мира и достигнешь его». «Уклонись, — говорится, — от зла, то есть избегай всякого вообще зла, уклоняйся от всякого дела, ведущего ко греху. Но, сказав этого, не остановился на этом, но и прибавил и сотвори благо. Ибо случается, что иной не делает зла, но и добра не творит, и напротив, например, не обижает, но и милосердия не оказывает, или не ненавидит, но и не любит. Сказав же об этом, он последовательно продолжает «Взыщи мира и пожени его». Не сказал только «взыщи», но и усиленно стремись за ним, чтобы достигнуть его. Следите внимательно вам своим за этой речью и примечайте тонкость, наблюдаемую святым. Когда кто сподобится уклониться от зла и потом с помощью Божьей будет старательно делать благое, тотчас восстанут на него брани вражеские. И он подвизается, трудится, сокрушается, то боясь возвратиться опять на злое, как раб, то надеясь награды за благое, как наемник, но терпя нападение от врага, борясь с ними, сопротивляясь ему. По этим побуждениям он, хотя делает благое, однако же с большой скорби, с великим трудом. Когда же получит помощь от Бога и приобретет некоторый навык в добре, тогда видит он покой, тогда ощущает мир, тогда ощущает, что значит прискорбная брань и что радость и веселье мира. И начинает уже потом искать мира, усиленно стремиться к нему, чтобы достигнуть его, приобрести совершенно и водворить его в себе. Достигший же в меру эту, вкушает, наконец, блаженство миротворцев. И осели, кто может побудить душу эту, делать добро ради чего-либо иного, кроме наслаждения, тем самым добром. Тогда-то таковой познает и совершенный страх. Двадцать пять. Отцы сказали, что человек приобретает страх Божий, если имеет память смерти и память мучений, если каждый вечер испытывает себя, как провел день, и каждое утро, как прошла ночь, если не будет дерзок, и, наконец, если будет находиться в близком общении с человеком, боящимся Бога. Ибо говорят, что один брат спросил некоего старца, что мне делать очень, чтобы бояться Бога? Старец отвечал ему, иди, живи с человеком, боящимся Бога, и он тем самым, что боится Бога, научит и тебя бояться Бога. Отгоняем же страх Божий от себя тем, что делаем все противное сказанному. Не имеем ни памяти смертной, ни памяти мучений, не внимаем самим себе и не испытываем себя, как проводим время. Но живем нерадиво и обращаемся с людьми, не имеющими страха Божия, и бываем дерзки. И это последнее хуже всего. Это совершенная пагуба. Ибо ничто так не отгоняет страха Божия от души, как дерзость. Спросили они некогда Аллау Агафона, и он сказал, дерзость подобна сильному жгучему ветру, от которого, когда он подует, все бегут, и который портит всякий плод на деревьях. Бог да избавит нас от всегубительной этой страсти, дерзости. Дерзость бывает многообразна. Можно быть дерзким и словом, и движением, и взором. А дерзость и иной впадает в празднословие, говорит мирское, делает смешное и побуждает других к непристойному смеху. Дерзость и то, когда кто коснется другого без нужды, протянет руку на кого смеющегося, толкнет кого, вырвет, что у него из рук, бесстыдно смотрит на кого, все это делает дерзость. Все это происходит от того, что в душе нет страха Божия. И от этого человек приходит мало по малу в совершенную небрежность. Поэтому-то Бог, когда давал заповеди закону, сказал, благоговейны, сотворите сыны Израилевы. Израилевы. Левит 15, 31. Ибо без благоговения и скромной ссыдливости, несмелости человек не чтит и самого Бога и не хранит ни одной заповеди. Потому нет ничего вреднее дерзости, потому-то она и есть Матерь всех страстей, что изгоняет благоговение, отгоняет страх Божий от души и рождает небрежность. Ава Иоанн, ученик Ава в Арсенофе, имел обыкновение повторять следующие четыре изречения, иногда одно, иногда другое, при отпуске от себя приходивших братьев. Через сохранение совести в отношении к ближнему рождается смиренно-мудрие. Никогда не должно предпочитать свою волю, воле брата своего, бегая от всего человеческого и спасешься. Друг друга тяготы носите и так исполните закон Христов. Каждый раз он предварял сие изречения такими словами «Сказал я однажды, брат, Бог да сохранит любовь!» Отцы сказали «И после всего прилагал одно из своих изречений. При всяком встречающемся деле, хотя бы оно было крайне нужно и требовало тщания, не хочу, чтобы вы делали его со спорами или с смущением, но будьте уверены, что всякое дело, которое вы делаете, велико ли оно или мало, есть восьмая часть искомого, а сохранить свое устроение, если и случится от всего не исполнить дело, есть семь восьмых. Итак, если вы делаете какое дело и хотите совершенно и всецело исполнить его, то старайтесь как самое дело исполнить, что, как я сказал, есть восьмая часть искомого, так вместе с тем сохраните свое устроение неповрежденным, что составляет семь восьмых. Если же для того, чтобы исполнить дело вашего служения, настоять, будет необходимость увлечься и повредить себе или другому спорю с ним, то не надо бы терять семь восьмых. Для того, чтобы сохранить одну восьмую. Премудрый Соломон говорит в притчах, им же нет управления, падают как листья, спасение же во множестве советов. Притча 11-14. Видите ли, чему учить нас Священное Писание? Оно вещевает нас не полагаться на самих себя, не считать себя все разумеющими, не верить тому, что можем мы сами управлять собою, ибо мы имеем нужду в помощи, нуждаемся в наставляющих нас по Богу. Нет несчастней и ближе к погибели людей, не имеющих наставников в пути Божьим. Ибо что значит сказанное? Без совета дело разрушится, и падают они как листья. Листь сначала всегда бывает зелень, цветущ, красив, но потом постепенно вздыхает, падает и наконец попирается ногами. Так и человек никем не управляемый сначала всегда имеет усердие к поступ, бдению, безмолвии, послушанию и к другим добродетелям. Потом усердие это мало-помало охлаждается, и он не имея никого, кто бы наставлял его, поддерживал и воспламенял в нем это усердие, нечувствительно засыхает, падает и становится наконец подвластным рабом врагов, который делает уже с ним что хотят. Тридцать. А тех, которые открывают свои помышления и поступки и делают все с советом, говорит премудрый, спасение во множестве советов. Не говорит совет многих, чтобы с каждым совещаться, но что должно совещаться обо всем, конечно, с тем, кому имеем доверие, и не так, чтобы одно говорить, а другое умалчивать, но все открывать и обо всем советовать. такому и есть верное спасение во множестве советов. Тридцать первое. Тогда мы не открываем, когда своих мыслей и намерений и не спрашиваем совета опытных, тогда держимся своей воле и следуем своим оправданием, то есть тому, что сами считаем праведным. И тогда, делая, по-видимому, доброе дело, мы сами себе расставляем сети и гибнем, не ведая того. Ибо как можем разуметь волю Божию или вполне предаться ей, если верим самим себе и держимся своей воле? Поэтому Таава Пимен говорил, что воля наша есть медная стена между человеком и Богом. Тому, кто верит своему уму и предается своей воле, враг как хочет устраивает падение. К тому же, кто с совета все творит, ему нет доступа. От опрошений, наставлений по поводу его, ненавидит самый голос, самый звук таковых слов. И сказать ли почему? Потому что знает, что злокозненность его точно обнаружится, как только станут спрашивать и говорить о полезном. А он ничего так не боится, как быть узнанным. Потому что тогда он уже не может коварствовать, как хочет. Когда кто спрашивает и слышит совет от кого-либо опытного, это дело этого не делая, или теперь не время этому делая, иной раз теперь время, тогда дьявол не находит, каким образом повредить ему, или как не изложить его, потому что он всегда советуется, со всех сторон ограждает себя. И таким образом исполняется на нем сказанное спасение во множестве советов. враг любит полагающихся на свой разум, потому что они помогают ему и сами себе строят козни. Я не знаю другого падения монаху, кроме того, когда он верит своему сердцу. Некоторые говорят, от того или от того падает человек, а я не знаю другого падения, кроме того, когда человек следует сам себе. Увидишь ли падшего, знаешь, что он последовал самому себе. Нет ничего сильнее этого. Я всегда говорю вам, что от незначительных послаблений себе доходим мы и до значительных грехов. Что тяжелее греха осуждать ближнего? Что столько ненавидит Бог и от чего столько отвращается? И однако ж такое великое зло приходит человек от ничтожного по-видимому от того, что дозволяет себе малое зазрение ближнего. Ибо когда это дозволяется, тогда ум начинает оставлять свои грехи без внимания и замечать грехи ближнего. А от этого, от навыка в этом происходят пересуды, укоры, злословие и наконец пагубное осуждение. Но ничто столько не прогневляет Бога, ничто так не обнажает человека от благодати, не приводит к погибели, как укорение, злословие и осуждение ближних. Иное дело злословить, а иное осуждать или уничижать. Злословить значит сказать о ком-либо, такой-то солгал или соблудил, или погневался, или другое что недоброе сделал. Вот такой позлословил брата, то есть сказал страстно о его согрешении. А осуждать значит сказать такой-то лгун, блудник, гневлив. Вот такой осудил самое расположение души его, произнес приговор о всей жизни его, говоря, что он таков-то и осудил его, как такого. А это тяжкое прегрешение. Фарисей, молясь благодаря Бога за свои добродетели, не солгал, но говорил истину. И не за то был осужден, ибо мы должны благодарить Бога, когда сподобили сделать им что-либо доброе, потому что он помог и содействовал нам в этом. Не за это был он осужден и не за то, что сказал, что я не таков, как прочие человеки, но когда обратясь к мытарю, сказал, я не как этот мытарь,